Город без препятствий, так ли это? Эксперты вместе с представителями окружной и муниципальной общественных палат проверили доступность социальных объектов. Группа общественных контролеров оценила доступность зданий и помещений в детской библиотеке, в школе номер 4, в центре занятости населения, в центре Елена, в бассейне ФСК «Фортуна» и в Губкинской городской больнице. В каждом из объектов, по каждому из критериев оценки, была проведена фотофиксация. В соцучреждениях человек без ограничений по здоровью может не замечать множество тактильных ярко-желтых знаков. А вот слабовидящему или инвалиду-колясочнику они просто необходимы. В ходе проверок общественные инспекторы уделили внимание соблюдению требований. Корридор без пибли. Ну, тут в основном требование по расстоянию, то есть определенное, но тут расстояние позволяет, там есть, по-моему, метр 80, по-моему, есть чуть больше. Специалисты учреждений рассказали и показали общественникам, как обустроены помещения для обслуживания граждан с ограничениями по здоровью. Внутри это поручни, ограждения, тактильные таблички, санузел для ОВЗ. То есть все оборудование, которое предназначено для таких учреждений, у нас имеется. Поэтому библиотека полностью доступна для лиц ОВЗ. У входа в детскую библиотеку установлена подъемная платформа для перемещения инвалидов в коляске. Иные проверенные объекты оснащены электроподъемниками различной модификации. Показали общественникам и другое оборудование, установленное в соответствии с федеральным законодательством. В ходе рейдов отмечены незначительные недостатки. В целом, во всех проверенных учреждениях требования соблюдаются. Мы уже не первый год и не первый раз это проверяем. Поэтому с каждым годом все лучше и лучше становится. Другим организациям я бы дала, что первое, что это кнопка вызова, чтобы обязательно была. Хотя я знаю, что в очень многих и аптеках, и магазинах есть эти кнопки. Но, к сожалению, у нас детки их ломают и не успевают предприниматели ставить их вновь и вновь. Поэтому хотелось бы, чтобы обращали внимание на это и родители объясняли деткам, что нельзя так делать. По итогам проведения общественной проверки были составлены акты. Они будут в первую очередь предоставлены руководителям учреждений, в которых проводилась проверка, а также инициатору этих рейдов – общественной палате Ямалоненецкого автономного округа. Конечно же, тема доступности объектов для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья будет оставаться на постоянном контроле общественной палаты. Возможность беспрепятственного посещения социальных объектов для маломобильных групп населения и людей с инвалидностью – жизненно важная необходимость. И от осознанного отношения к этой теме всех окружающих зависит качество доступной среды. Валерия Козлова, Олег Короткевич, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова